Пострадавшего в результате ДТП с участием Нестера Шуфрича младшего сына Нардепа прооперировали и перевели в одну из частных клиник Киева, где его осмотрели израильские врачи. Сейчас молодого человека готовят ко второй операции. Пообщаться с пешеходом, которого сбил сын Нардепа Нестера Шуфрича, журналистам не разрешают. Он в реанимации. Сегодня утром мужчину доставили из 17-й больницы, где ему накануне сделали операцию на голове, в частную клинику. Сюда же приехали нейрохирург и представители одного из медцентров Тель-Авива осмотреть пострадавшего. Пациент пришел в сознание. Компьютерная томография свидетельствует о положительной динамике работы мозга. Но во время консилиума с моими коллегами из Израиля было решено сделать еще одну операцию сегодня ночью. Семье было предоставлено возможности получить медицинские услуги в Израиле, выбрать любую клинику в любой точке мира. Все очень зависит на данный момент от его состояния. Финансирование лечения молодого человека полностью взяла на себя семья Шуфрич. А пока отечественные и зарубежные медики спасают пострадавшего, правоохранители проводят следственные действия с сыном Нардепа. Подробности при службе столичной полиции не сообщают. Мол, эту информацию не разглашает следователь. Известно также, что подозрения виновнику ДТП еще не вручили. Напомню, в субботу поздно вечером на улице Шутару Ставели в Киеве сын Нардепа Нестера Шуфрича, находясь за рулем Бетли, наехал на 30-летнего пешехода. Таркологическая экспертиза алкоголя и других веществ кровенарушителя не выявила. Виновник Авария заявил, что намерен сотрудничать со следствием и до окончания процессуальных действий не покинет территорию Украины. Он сдал свой загранпаспорт. При службе Нардепа подчеркнули, что элитное авто не принадлежит сыну Шуфрича. Машину предоставил автосалон для съемок клипа. Видео собирался снимать один из его друзей.